Здравствуйте, Ирина, Ваш вопрос. В одной из проповедей Вы говорили, что перед молитвой запрещаете всему нечистому подслушивать и подсматривать. Есть смысл запрещать подслушивать все разговоры, общения в течение дня. Как правильно это сделать? После моего свидетельства, как я получила нужную информацию во сне, у меня враг начал воровать сны. Знаю, что был сон, но не помню. После молитвы увидела во сне, как у меня из кармана украли ключ. Как защитить свои сны, вернее, эту информацию, которую посылает Господь? Ирина, мы не делаем это каждый раз. Я, по крайней мере, не делаю, чтобы запрещать дьяволу сейчас подслушивать. Иногда наоборот. Я говорю, слушай меня, сатана, потому что дал мне Господь право прогнать тебя с этой территории, забрать у тебя то, что ты когда-то украл. Вот таким образом я имею власть и право наступать на всякую силу вражью. Но когда идет речь о каких-то планах, о каких-то решениях, которые нам надо, чтобы не было лишних помех, я говорю, Господь, закрой глаза всем, кому надо закрыть, и уши также, чтобы мы были незаметны, чтобы мы были сокрыты до времени, когда надо будет уже ударить так, чтобы враг не опомнился. Вот это стратегические вещи, которые надо применять по назначению, а не просто каждый день и в каждой ситуации. Что касается украденного ключа, то просто скажите, Господь, где я, что отдала врагу или приняла ложь вместо истины? Это могут быть конкретные вещи, и Бог вам напомнит. Что касается снов, которые вы, просыпаясь, не помните, это не только с вами так бывает, потому что это разные стадии сна, и в одной стадии мы хорошо помним сон, и если в этот момент просыпаемся, то мы его помним, если уже пришла следующая стадия, то происходит забывание. И в этом ключе мы можем просто благословлять свою память, когда вы ложитесь спать, чтобы ваши сны, полученные от Бога, с вами оставались до утра. Тогда Господь будет вам давать просыпаться вовремя и в тот момент, когда этот сон у вас будет хорошо зафиксирован. Поэтому здесь надо отличать физиологические функции нашего организма и способности, и дьявольские планы, и в то же время нашу позицию власти, которая у нас есть. Благословляю вас, принимая откровения, сразу применять. Может быть, вы вспомните, вы получили какой-то совет и не применили, но если мы в течение 72 часов не применяем то, что мы услышали, то это уходит на задний план в нашей памяти, и мы это можем уже забыть навсегда. Постепенно, но уже навсегда. Поэтому посмотрите, какой вы пропустили совет, который был вам дан чуть раньше, в течение недели. И этот ключ, который мог кто-то украсть, верните его. Благословения вам. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»